Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Зачем мужчина живет с женщиной, если придирается? То еда не такая, то еще что-то бытовуха. А еще узнала, что в интернете на девушек смотрят, была в шоке. До этого спрашивала, все ли устраивает, говорил, да, в итоге значит, чего-то не хватает. Ну, вопрос задает аноним, соответственно, аноним, вопрос к вам, да, такой. Вы думаете, что мы можем прочитать мысли мужчины и понять, зачем он, собственно, не говоря, с вами живет, ну, это вряд ли. Если вы расскажете нам о том, что это за мужчина, вот тогда, я думаю, мы могли бы, в общем-то, ответить зачем. То есть, ну, исходя из каких-то, исходя из его характера, да, исходя из того, что для него ценно, исходя из типа его личности, вот, например. То есть, вот такая какая-то сейчас история, понимаете? Вот. А сейчас это, ну, вообще невозможно, нереально, как мне кажется. Вот. Вот. Наверняка, ответ. То есть, можно высказать какие-то предположения, но я надеюсь, что вы понимаете, что это просто предположения, да, не более того. Вот. Вот. А я мог бы предположить, что мужчина имеет к вам определенные чувства в целом, вот. Вот. Но почему-то не решается вам сказать о том, что его не устраивает. Вот. Почему-то. Почему-то. Вот. То есть у вас вначале вот такие вот недоверительные отношения получаются. Это первый момент. Первый аспект. Это то, что он к вам придирается и говорит, что все устраивает его. Вот. Вот. Мне кажется ли вам, что здесь, здесь как будто бы какое-то противоречие, нет? То есть, если человек к вам придирается, да, то как минимум уже это означает, что его что-то не устраивает. Вот. Вы же, как будто вот, несмотря на его придирки, да, вот все равно, как будто бы верили, верили в то, что он, ну, что вовсе устраивает. То есть, я бы, я бы здесь вот сказал бы, что вы, по-видимому, вот склонны избегать встречи с реальностью, да, как мне кажется. Вот. И склонны находиться, вот, возможно, в иллюзиях в данном случае. Ну, потому что это вот как раз таки иллюзия. Вот. Что касается того, что он смотрит на девушек, то никак, что ему чего-то не хватает. Вот, может быть, это человек, ну, такой просто, вот, просто вот такой человек, который в любом случае там смотрит на девушек. Вот. И есть мужчины, есть мужчины, которые различают, да, быть и, ну, как бы, развлечения, да. То есть, ну, быть и, условно говоря, там, других девушек. Вот. Это не значит, что мужчина, мужчина что-то не справит, не значит, он вам будет менять там налево-направо. Вот. Нет. Это, значит, только вот просто, что вот, ну, ему может быть это на мразь. Другой вопрос. Как вы на это реагируете? Почему вы в шоке? Почему вы в шоке? Вот. И, соответственно, что для вас это означает? Вот. Ну, как бы, самый лучший, самым лучшим выходом из ситуации, в данном случае, было бы обращение к психологу, да. Ну, вот. А, и, значит, психотерапия. Вот. То есть, это самый лучший, вот, самый лучший спецопрощения, ну, проблемы. Вот это психотерапия. Вот вам пойти на психотерапию. Вот. Ну, а, вообще, либо вместе со мужчиной, либо сначала, сначала, как-то вот, по отдельности. Ну, то есть, сначала, вы, вот, если мужчина, там, да, не считает проблемой, вот, то, что я описываю? Понимаете, да? То есть, это вот вопрос. В данном случае вопрос касается, ну, того, какие вы сами выстраиваете отношения, и вопрос касается того, как вы позволяете... с собой обращаться, ну, то есть, как вы, вот, позволяете... ...ээээ... к себе отношительности. Вот. То есть, если вы, вот, поспопрощаете, эээээм... мужчине, так себя вести, вести, с вами, тогда, как бы... То есть если придираться и пренебрегать с вами, ну, наверное, это вот в первую очередь у вас есть некоторые трудности с наценкой, возможно, но это нужно поисследовать. Вот там стоим стоим, а сейчас наверняка, наверняка, наверняка сейчас это не понять, понимаете, да? В целом нужно провести ряд мероприятий по гармонизации ваших отношений. Сделать это всего лучше в процессе взаимодействия с вами, то есть выбирайте психолога, да, и начинаете работать над отношениями. Да, важную роль играет то, в каких вы отношениях находитесь с мужчиной. То есть я имею ввиду, вы с ним в отношениях, так скажем, официальном браке или сожительствуете. Вот. Дело в том, что если вы сожительствуете, то, в общем-то, требовать чего-то от него с вашей стороны и от него, и от вас с его стороны. Да, ну, на мой взгляд, несколько странно. Вот. Потому что вы ведь по большому счету, да, как бы ничего друг другу-то не должны. Понимаете? Какая штука здесь. Вот. Поэтому, что здесь вот важно в этот момент учитывать. То есть очень много факторов нужно выяснить. Например, что вас объединяет с мужчиной. Тоже. 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 Тоже на важном. Для вас объединяет, что вас связывают, ну, друг с другом. Вот. Потому что. Сейчас как-то вот тут не совсем очевидно для меня. А на этом, в принципе, можно выстраивать коррекционную мероприятию, чтобы вам, грубо говоря, найти вот точку соприкосновения, ну, друг с другом. Вот. Понимаете, да? Поэтому, вот на все эти вещи обратите, пожалуйста, свое внимание сейчас. И сформулируйте обратную связь какую-то, да, это послужит вам началом работы над собой и над отношением. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрешена. Вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, она вам пригодится.